Британская бомбардировочная авиация зародилась ещё в ходе Первой мировой войны, однако в межвоенный период развивалась относительно медленно. Тем не менее, уже в начале 30-х она чётко разделялась на палубную, которая подчинялась морскому министерству, и бомбардировочную авиацию королевских ВВС. Поэтому, когда в Германии с приходом нацистов к власти начались полноценные приготовления к войне, Великобритания тут же озаботилась подготовкой ответных мер. В начале 30-х годов королевские ВВС объявили ряд конкурсов на производство различных бомбардировщиков, и на этот запрос откликнулись многие британские конструкторы. Так что вскоре на вооружение поступили сразу несколько типов машин. В первую очередь Бристоль Бленем — по-настоящему выдающийся бомбардировщик. Он едва ли обладал удовлетворительным боевым радиусом и порядком устарел к началу Второй мировой, но в королевских ВВС его просто обожали за прекрасную управляемость, надёжность и простоту конструкции. Благодаря этим качествам в будущем именно на базе Бленема были созданы австралийский Бристоль Боффорд и грозный многоцелевой Боффайтер. Тогда, в середине 30-х, на помощь Бленему подоспел более тяжёлый Хэндли Пейдж Хэмпден, который из-за своей необычной внешности получил прозвище «летающая ручка от сковородки». Однако самым любопытным британским самолётом того времени был знаменитый «Виккерс Веллингтон» — творение гениального Барнса Уоллеса и его команды инженеров. Необычность самолёта прежде всего заключалась в уникальной конструкции его силового набора. Сборка Веллингтона была кропотливым делом, но в процессе использовались очень простые, недефицитные материалы, так что заниматься ей могли рабочие даже самой низкой квалификацией. Вдобавок силовой набор оказался потрясающе живучим и, что самое главное, лёгким. Посудите сами, фюзеляж Веллингтона всего на 3 метра короче фюзеляжа знаменитой летающей крепости Би-17, но при этом английский бомбардировщик, будучи двухмоторным, обладал боевым радиусом до 3000 километров. Именно это трио — Бленем, Хэмпден и Веллингтон — наносило первые удары по военным объектам нацистов после начала боевых действий в континентальной Европе. Одновременно с этим развивалась и морская авиация. Королевские ВМФ уже с начала войны активно использовали различные бомбардировщики-торпедоносцы. В их число входил знаменитый палубный биплан «Сортфиш», получивший славу благодаря налёту на итальянский флот в порту Таранто. А самым тяжёлым морским самолётом была летающая лодка «Шорт Сандерленд». Технически она не была частью королевских ВМФ, однако её часто использовали в качестве патрульного морского бомбардировщика и противолодочного самолёта. С палубными пикировщиками ситуация была сложнее. Британцам пришлось закупить в США «Воут Виндикейтеры», получившие в королевских ВМФ индекс Ви-156 «Чесапик». Пока над Ла-Маншем шли яростные воздушные битвы, а британские города горели по двой сирен, бомбардировочное командование во главе с сэром Артуром Харрисом готовило контратаку. На смену первому трио двух моторников пришло второе, состоявшее из четырёх моторных стратегических бомбардировщиков, которые могли достичь практически любой точки Рейха. Первый участник команды — «Стирлинг», разработанный и запущенный в производство на фирме «Шорт». Инженеры просто взяли крыло от Сандерленда, сконструировали для него новый фюзеляж и в результате получили гигантский воздушный корабль, способный нести чудовищную по тем временам бомбовую нагрузку. К сожалению, у этого бомбардировщика были проблемы с высотностью и максимальной скоростью, поэтому вскоре за ним последовали две более компактные и скоростные машины. Сначала «Хендли Пейдж Галифакс», а затем знаменитый «Авро Ланкастер» — четырёхмоторная версия бомбардировщика «Авро Манчестер». Эта троица до самого конца войны была ночным кошмаром городов, заводов и транспортных узлов Рейха. Причём ночным в буквальном смысле слова, ведь королевские ВВС по договорённости с США взяли на себя именно ночные удары по оккупированной Европе. И если «Галифакс» в ответных рейдах использовался строго как дальний бомбардировщик, то «Ланкастер» прославился ещё и как разрушитель плотин. В ходе операции «Частайс» специальное соединение «Ланкастеров» под покровом ночи прорвалось гидроэлектростанциям «Рура» на малой высоте и уничтожило их, разом обесточив значительную часть промышленности нацистской Германии. Несколько позже к «Большой Тройке» присоединился «Авра Линкольн», который иногда называют австралийским «Ланкастером». По сути, это и был «Ланкастер», только модифицированный для дальних полётов над Тихим океаном. Ему увеличили размах крыла и объём топливных баков. Также австралийцы избавились от главного недостатка британских бомбардировщиков — слабого оборонительного вооружения в виде пулемётов винтовочного калибра. Промышленность Великобритании так и не смогла создать крупнокалиберный авиационный пулемёт, да и с 20-мм пушками у неё долгое время было туго. Австралия, напротив, с такими сложностями не сталкивалась. Там не только получали большие поставки браунингов из США, но и наладили самостоятельное производство авиационных пушек «Бритиш-Хиспану». Да ещё и в таких масштабах, что в «Метрополии» долго удивлялись, как такое возможно. А позднее на основе «Линкольна» разработали «Авро Шеклтон» — патрульный морской бомбардировщик берегового базирования, который оставался в строю до 1984 года. Послевоенная реактивная авиация «Вар Тандер» представлена в основном фронтовыми бомбардировщиками. В первую очередь это «Инглиш Электрик Канберра» — многоцелевая машина, которую по лицензии производили даже в США. Пилотажные характеристики и техническая надёжность Канберры оказались настолько высоки, что она продержалась на вооружении королевских ВВС аж до 2006 года, пережив многих своих ровесников, вроде французского «Во Тура» и советского Ил-28. Этот самолёт выполнял настолько много задач, как чисто военных, так и сугубо гражданских, что перечислить их все просто невозможно. Ну а дополняет Канберру палубный бомбардировщик «Блэкбёрн Буканир», который, впрочем, состоял на вооружении не только на флоте, но и в королевских ВВС вплоть до 1993 года. И хотя боевая карьера послевоенных бомбардировщиков в Великобритании не так богата событиями, как путь их поршневых предшественников, там тоже есть что рассказать. А что вы думаете об истории британской бомбардировочной авиации? Расскажите об этом в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!